26 марта в Родниках будут выбирать новую главу. Единая Россия начала подготовку к выборам с предварительного голосования. Избиратели определили, кто из единороссов достоин представлять партию в борьбе с политическими оппонентами. Сегодня мы присутствуем с вами на предварительном голосовании партии Единая Россия, где мы выбираем кандидата, который будет выдвинут от этой партии на выборы 26 марта. Это такая форма, принятая в партии Единая Россия, где люди путем выбора внутрипартийной могут выдать свой голос из-за того или иного члена партии, для того, чтобы определить, сами люди определят, кто пойдет на выборы основные. Хочу поблагодарить коллег из района за то, что они хорошо все организовали. Видно, что проведена большая работа предварительная. Люди проинформированы, поэтому люди идут активно, голосуют. И я думаю, что на основных выборах 26 марта партия Единая Россия будет представлять достойный кандидат. Предварительное голосование, по сути, ничем не отличается от самих выборов. Проголосовать можно было с 8 утра до 8 вечера с соблюдением всех избирательных прав. Для Единой России это уже прописанная в уставе процедура, и это отличает партию от других. Очень правильно, когда кандидаты выбирают люди, а он не выбирается кулуарно. Остальные партии пока до этого, наверное, в своей партийной работе еще не дошли, они избираются в тиши кабинетов своих кандидатов. Это, наверное, неплохо. В первую очередь и для партии, и самое главное, для жителей. Активность достаточно серьезная. Проголосовало уже достаточно приличное количество людей. Для праймерица это нормальная явка. И люди действительно идут, что радует на самом деле. Потому что люди действительно знают об этом мероприятии, которое мы сегодня проводим. И готовы отдать свой голос за того или иного кандидата. На момент закрытия явка составила 181 человек. Это практически 6% от общего количества избирателей. Выборы главы пройдут 26 марта. Андрей Милентьев, Александр Винченко. Для программы «Городские вести». Продолжение следует...